Добрый день, дорогие друзья! Поговорим сегодня о социологии. Как вы, наверное, знаете, социология – это наука, социология – это профессия, и социология – это учебная и научная дисциплины. Спрос на социологию в современном мире растет. С чем это связано? Прежде всего, конечно, с высокой динамикой тех социальных и культурных процессов, которые происходят как в России, так и в мире в целом. Это связано, во-первых, с демографической проблемой населения, масштабами безработицы, экономическим и социальным неравенством и многими другими темами, которыми социологи занимаются. Вообще, надо сказать, что социология, вообще всегда ее тема интересная, живая и связана с непосредственной жизнью людей. То есть социология не сама по себе существует, она делает наш мир понятнее, внятнее и, конечно, изыскивает возможности представления ее публичным. И в этом, мне кажется, ее, наверное, главная роль. Что происходит сейчас в мире интересного? Ну, во-первых, конечно, пандемия, которая задела все население мира, и поэтому очень важна социологическая рефлексия на эту тему. Вы представляете, какой-то маленький-маленький вирус, очень-очень далеко от нас, где-то завелся и прилетел, и вся планета заболела. И, конечно, что ожидает нас после пандемии? Какая вообще ситуация будет развиваться после того, как мы все выздоровеем? Я думаю, это непременно случится, конечно. И, собственно говоря, поймет ли мир и поймет ли человечество люди о том, что все в мире взаимообусловлено. Вот как, мне кажется, вот именно период пандемии дает нам понимание вот этих причинно-следственных связей. Это детерминация человеческой деятельности. Независимо от того, где мы живем, в какой стране, чем мы занимаемся, все это детерминировано, все это взаимообусловлено. И, конечно, именно в этом, как мне представляется, важна роль социологии. Ну, естественно, расскажу о факультете социологии Российского государственного социального университета. Наш факультет существует 1991 года. И в этом году, как наш весь университет, мы тоже справляем свой 30-летний юбилей. Не такой большой, но, надеюсь, это будет радостный год и принесет нам не только праздничное настроение, но и мы добьемся многих результатов. Мы, по крайней мере, будем очень-очень для этого стараться. Да, расскажу о преподавательском составе. Ну, мы гордимся, конечно, своим коллективом, потому что у нас на факультете 60% докторов наук, 35% кандидатов наук. И есть два молодых ассистента-преподавателя, которые, одна из них закончила аспирантуру и сейчас готовит к завершению свою кандидатскую диссертацию по социологическим наукам. Вторая закончила и факультет социологии, и аспирантуру факультет социологии, прекрасно начала свою преподавательскую деятельность. Студенты, конечно, любят молодых, что уж там говорить. Ну, и какие темы изучают наши студенты и бакалавры, и магистранты? Все о том, о чем я говорила, это тоже входит в тематику научных интересов. Они докладывают на конференциях, пишут разные научные работы, очень активно публикуются и, конечно же, проводят исследования. Помимо всего того, что принято изучать в социологии, связанной, например, социальной структурой общества, моделями семьи, системами ценностей, профессиональной мобильностью и так далее, мы обращаем внимание и на те новые явления, которые появились в российском обществе и в мире в целом. Ну, в частности, наверное, это цифровизация и социальные сети. Наверное, вот такие два тренда, вокруг которых строятся новые исследовательские тактики. Цифровизация внесла в нашу жизнь очень много всего разного. Во-первых, мы с вами заказываем всякие разные услуги на электронных платформах, мы покупаем какие-то вещи, продукты в онлайн-магазинах, и, собственно говоря, все это нам приносят практически, можно сказать, домой. Или социальные сети. То есть люди стали демонстрировать свою жизнь, свои какие-то факты из жизни, события в Инстаграме или на ТикТоке. Мы входим в массу различных сообществ и по профессии, и по интересам на Фейсбуке, комментируем, вступаем в дискуссии и так далее. Или вот буквально, можно сказать, наверное, даже месяца еще появилась новая социальная сеть Clubhouse, которая представляет еще одну возможность собираться в комнаты, так называемые, создавать такую вокруг атмосферу, опять же, и по интересам, и по профессиям. И вообще встречаться с разными людьми и высказывать свое мнение. И это тоже очень здорово. Конечно, есть огромное преимущество вот такой возможности, но есть и риски. И какие это риски? Действительно ли человечество идет к тому, что перестанет общаться очно, и это станет маловажным? Или же все же это будет какая-то гармония? Перевесы не будет в какую-то в одну или другую сторону. Все это, естественно, социологи, студенты также изучают в своих дипломных работах, в своих исследовательских практиках. И, ну, конечно же, я расскажу о том, какие мы готовим направления подготовки. Ну, во-первых, на факультете социологии представлены все три уровня. Это бакалавриат, магистратура и аспирантура. На бакалавриат в этом году, в 21-м году, научную форму обучения выделено 20 бюджетных мест. Ребята учатся на очной форме 4 года, на заочной форме 4 года и 6 месяцев. Ну, срок начала приема, вступительных экзаменов и приема на обучение и сдача документов начинается традиционно 20 июня. И в этом году у нас закончится 27 июля, а 5 августа уже бакалавры, очная форма обучения, будут радоваться приказу, которые, надеюсь, покажут, что вы уже поступили. На бакалавриате в качестве вступительных испытаний признаются, как известно, результаты единого государственного экзамена. Какие именно на социологию? Это общество знания, минимальный балл 45, русский язык, минимальный балл 40, математика или информатика на выбор. При этом на математике минимальный балл 39, а на информатику 44. Если, допустим, у поступающего несколько вот таких вот сданных ЕГЭ, то, естественно, в качестве результата будет засчитываться наиболее высокий из имеющихся результатов. В магистратуру научную форму обучения в этом году нам представлено 13 бюджетных мест. Для вступительного экзамена по магистратуре определенные критерии. В частности, представление о предметной области социологии, владение понятийным аппаратом, знание базовых научных категорий, понимание сути заданной темы или вопроса, вообще владение и представление общих научных знаний, исследований, проектов, полнота раскрытия темы, умение аргументировать, использовать открытые данные. Ну, конечно, последовательность размышления, логика размышления. Для социолога это очень важно. Иметь социологическое воображение и, конечно, иметь аналитическое мышление. И поэтому те, кто это все умеет, все это знает и пользуется умело, приходите, пожалуйста, в магистратуру по социологии. Ну, и в аспиранторе у нас есть две научные специальности. Первая из них – социальная структура социальных институтов и процессы, и вторая – социология культуры. Оба направления, обе научные специальности очень интересны и обобщают очень большое поле социологических исследований. Поэтому, да, всегда есть у нас бюджетные места. Есть все формы также обучения и очное, и заочное. Каждый год у нас учится примерно 5-6 человек по каждому направлению подготовки. Это говорит о том, что молодые люди не ограничиваются завершением бакалавриата или завершением магистратуры, а продолжают учиться и в аспирантуре. Мы, конечно, к ним относимся в этом смысле с большим пиететом. Обычно спрашивают, где работают социологи. Социологи работают, я бы сказала, везде. Во-первых, это государственные структуры, управленческие структуры и федерального, и муниципального уровня. Это коммерческий сектор, это экономические структуры. Ну, мне сложно даже назвать структуру, где бы не нужно были социологи. Конечно, это необязательно, чтобы то место вакантное, куда вы пройдете, называлось по должности социолога. Это, кстати говоря, очень редко встречается. Но в основном это, конечно, аналитики разного уровня. Потому что, еще раз повторюсь, для социологии в целом это умение, во-первых, получить большой массив данных, используя разные виды исследований, разные методы исследований. Но главное не в этом, а главное разобраться с этим огромным масштабным массивом данных, вычленить оттуда главные ключевые тренды, проанализировать их, понять, где поломка случилась, почему это не идет так, как оно должно быть идти, как запланировано, почему не получается именно вот в этой социальной ситуации. И, конечно, сделать верные и точные прогнозы. Уважаемые друзья, сегодня, конечно, я рассказала самый минимум. Приходите к нам, пожалуйста, 28 февраля, и мы будем с вами общаться очно и онлайн для тех, кто не может прийти очно. Мы ответим на все ваши вопросы, ждем вас. И да, записывайтесь на наш канал RGSU Live. Как так получилось, что ты все еще не зарегистрировался в личном кабинете абитуриента RGSU? Скорее переходи по ссылке, регистрируйся и стань на еще один шаг ближе к нам. Спасибо. Здравствуйте. Наш ВУЗ имеет одну из лучших в стране социологических школ, научный и образовательный потенциал, которые поддерживают авторитетные российские ученые и представители высшей школы. Как создавалась социологическая школа RGSU? В этом году, а точнее 25 ноября, Российский государственный социальный университет будет отмечать свое 30-летие. Университет был создан как центр подготовки специалистов для социальной сферы. В этом же году был и создан социологический факультет. Создание и развитие социологической школы RGSU проходило в непростой период в истории жизни страны. Треса социология, как наука, тоже только завоевывала свое место в научном сообществе. Высшее социологическое образование тоже только начинало свой путь в становление. Поэтому в 1991 году для преподавательской научной деятельности были приглашены ведущие ученые в области социологии. Академик РАН Осипов Геннадий Васильевич, члены корреспондента РАН, Яновский, Тощенко, Иванов, профессора, Маршак, Рыбаковский, Андрющенко, Мансуров, Фетисов. Научно-методическим гидром факультета стали доктора философских наук Ковалев Владимирович, Васильев Вячеслав Павлович, Бокрив Николай Николаевич и другие. В это же время на факультет пришла когорта молодых преподавателей, инициативы, целеустремленных, имеющих сильный внутренний импульс развития, работоспособных, готовых связать свою будущую научную жизнь социологией. Среди них Асачи Галина Ванна, ныне доктор социологических наук, профессор завсектором Института демографических исследований Российской академии наук. Уржа Ольга Александровна, ныне доктор социологических наук, профессор факультета управления. Калаха Валентин Иванович, кандидат социологических докторов технических наук, профессор МИИТА, к сожалению, он недавно ушел из жизни. Резник Юрий Михайлович, ныне доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАД. Танатова Дина Кабдулина, ныне доктор социологических наук, профессор, ДК факультета социологии и другие. Неизменным элементом в любой научной школе является научно-исследовательская деятельность. Поэтому на факультете сразу был создан Центр социологических исследований. Реализовывались международные научные проекты с Финляндией, Великобританией, Германией, Украиной, Венгрией, Грузией, Арменией. Характерной чертой социологического коллектива университета всегда была открытость для внешних контактов. Тесное, постоянное, неформальное общение с коллегами-учеными из других научных и вузовских организаций, социологами из других страхов. Участниками таких встреч в стенах РГСУ были выдающие социологи России. Академик РАН Татьяна Ивановна Засладская, Владимир Александрович Ядов, возглавляющий институт социологии РАН на протяжении долгого времени, члены-корреспондент РАН Николай Иванович Лапин, Юлия Николаевича Иванова, Жан Теренть-Тущенко, Дмитриев Анатолий Васильевич и другие. Гостем университета был и президент Международной социологической ассоциации Петр Штомко, Болгарской социологической ассоциации Николай Генов. Обмен идеями, обсуждение результатов социологических исследований проходил также в рамках традиционных социологических чтений. В апреле этого года состоятся 26-е социологические чтения, участниками которых будут как те, кто стоял у истоков создания социологической школы университета, так и те, которые в настоящее время получают в его стенах социологическое образование. Особо хочу сказать о двух деканах нашего факультета. Первым деканем факультета социологии Асачи Галины Ивановны и сегодняшним деканем факультета социологии Танатова Тиньком Дулетовна. Асачи Галина Ивановна внесла большой вклад в развитие социологической школы РКСУ и руководила факультетом 10 лет. Она пришла в РКСУ кандидатом исторических наук, защитила докторскую диссертацию по социологическим наукам, была председателем диссертационного совета по философским социологическим наукам, создала свое научное направление, которое активно развивается в рамках социологии социальной сферы, работала проректором РКСУ по научной работе, а потом была приглашена на работу в Институт социально-политических исследований Российской академии наук, заместителем директора по научной работе. Сейчас она работает руководителем сектора, ученым-секретарем Института демографических исследований РАП. Как я говорила выше, нашу культуру сегодня возглавляет доктор социологических наук, профессор, почетный работник Высшей школы России Танат Вуденков-Дулина. Она работает в РГСУ также с первого дня его основания. Прошла все ступени профессионального роста, защитила кандидатскую, потом докторскую диссертацию по социологическим наукам. А с 2003 года возглавляет наш факультет как декан факультета. Она создала свою научную школу социологии социальных изменений. В рамках этого направления под ее руководством защищены кандидатские и докторские диссертации. Сегодня факультет социологии – это высокопрофессиональный коллектив. Это семь докторов социологических наук, четыре кандидата наук. Преподаватели факультета социологии являются членами Российского общества социологов, осуществляют активное международное сотрудничество, являются членами Международной социологической ассоциации и Европейской социологической института социологии. Результаты масштабных исследований ими были представлены в докладах и выступлениях, публикациях на международных конференциях в Нидерландах, ЮАР, Испании, Шотландии, Португалии, Швеции, Венгрии, Чехии. У нас есть и свой журнал «Социальная политика и социология», которые имеют рекомендации высшей аттестационной комиссии России. Большой успех коллектива факультета социологии – это его выпускники. А среди наших выпускников – руководители и исследователи крупнейших исследовательских центров. Например, аналитический центр НАФИ, занимающийся маркетинговыми социологическими медиаисследованиями, возглавляет наша выпускница Гузеля Имаева. Ее заместителем является тоже наш выпускник Тимур Амельдинов. Горелова Ольга, работающая сегодня старшим директором по работе с клиентами Ипсенс Компо, исследовательской компании, реализующей все виды маркетинговых социологических исследований и медиаизмерений. Михаилова Ольга, выпускница 2010 года, директор по исследованиям исследовательской компании «Туберон Ресетч». Наши выпускники работают и в ЦИО, и в РАМИРе, и в других исследовательских компаниях. Среди наших выпускников и те, кто сегодня занимается государственным управлением. Так, сегодняшний министр Министерства цифрового развития и связей массовых коммуникаций Максус Шадаев, наш выпускник 2004 года, а заместитель руководителя департамента социальной защиты, тоже наш выпускник, кандидат социологических наук Филиппов Владимир. Ряд выпускников продолжает трудиться в РГСУ. Толгорухова Ирина Владимировна, доктор социологических наук, профессор факультета социологии. Фомичева Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, доцент факультета. У нас сейчас идут серии встреч с выпускниками факультета, которые так и называются «Интервью с выпускниками. История успеха». Эти встречи можно посмотреть на Ютюбе РГСУ Live. Посмотрите, это будет полезно, чтобы понять, что может дать социология для вашего будущего. Можно с уверенностью сказать, что социологическая школа РГСУ за 30 лет успешно прошла путь своего научного самоопределения, заложила серьезные фундаментальные традиции, воспринимаемые образовательным педагогическим сообществом страны. Образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки социологии 2014 года становятся победителями проекта «Лучший образовательный программ инновационной России», имеют государственную и общественно-профессиональную аккредитацию. Активно развивается студенческая наука. Одной из традиций факультета стало проведение ежегодной научно-практической конференции в День социолога 14 ноября. Последняя конференция была посвящена проблеме «Как искусственный интеллект меняет нашу жизнь». Научная и образовательная деятельность представителей социологической школы отмечена главной социологической наградой страны – серебряной медалью Петерима Сорокина. За 30 лет социологическая школа сделана много. Она признана в академической вузовской среде. Мы продолжаем все лучшие социологические традиции и создаем новые. Главное наше достижение еще впереди. И мы надеемся, что вы станете участником этих побед и достижений. Завершу свое выступление славяне одного из ведущих российских социологов, доктора философских наук, профессора социологии Евгения Григорьевича Андрюченко. Сказано им на социологических чтениях нашего факультета. Социология – прекрасная наука для жизни и для того, чтобы сделать общество более благообразным, более ценным. Важна эта наука и в личном плане. Больших вам успехов! Добрый день! Я представляю вашему вниманию образовательную программу социологии для бакалавров «Направленность программы социологии социальной жизни». Актуальность данного направления подготовки обусловлена непрерывным изменением жизни современного социума, трансформацией сферы труда и потребления, новыми социальными вызовами и проблемами, с которыми мы все столкнулись в условиях пандемии. Социолог – это в первую очередь специалист по информации, который должен ее не только уметь собирать, но и обрабатывать, и анализировать. Студенты в рамках программы изучают методологию и методику социологических исследований, технологии обработки и анализа социологической информации, технику проведения онлайн-опросов, фокус групповых интервью и другие актуальные дисциплины. Знания подкрепляются в ходе учебных стажировок и практик. Предусмотрены и зарубежные стажировки. Наши студенты стажируются в ведущих университетах Европы и Америки. Хочу сказать о том, что наши образовательные программы для бакалавров по социологии ежегодно с 2014 года входят в число лучших образовательных программ Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России», проводимого Центром общественно-профессиональной аккредитации и гильдией экспертов в сфере профессионального образования. Образовательная программа реализуется нами в очном, заочном формате. И с сентября 2020 года мы начали прием на дистанционную форму обучения. Здравствуйте, уважаемые друзья! Получить образование в магистратуре Российского государственного социального университета значит иметь возможность обучаться в одном из престижных университетов России. Обучение в магистратуре в настоящее время становится необходимым этапом высшего образования. Социологическое образование имеет перспективы с точки зрения всестороннего изучения тенденции развития общества и личности. У нас есть две программы магистратуры – социология цифрового общества и социология культуры, обучение по которым осуществляют опытные педагоги – залог успеха в будущей профессиональной жизни. В магистратуре Российского государственного социального университета обучаются талантливые магистранты. 12 магистранты в этом году прошли на второй этап Олимпиады «Я профессионал». Обучение в магистратуре Российского государственного социального университета – это возможность получить профессиональные навыки не только в теоретическом формате, но и практиковаться в социологических компаниях для получения практических знаний. Здравствуйте. Лаборатория социологического анализа факультета социологии – это аналитический центр РГСУ. Лаборатория проводит анализ внутренних процессов университета, анализирует эффективность деятельности его подразделений. Кроме того, лаборатория реализует исследовательские проекты внешних заказчиков. В сферу нашего внимания входят здоровье населения, семейные отношения, справедливость, распределение в обществе богатства, социально-политические процессы и многое другое. Основа научно-исследовательского потенциала в лаборатории составляет в том числе аналитические способности студентов факультета социологии. Бакалавры и магистры приходят к нам за практическим опытом применения социологических методов, а мы, в свою очередь, получаем свежие идеи молодых. В стенных лабораторий ребята проводят собственные научные изыскания, оттачивают социологическое мастерство и развивают исследовательские навыки. Социологическая практика, которую получают обучающиеся в лаборатории, позволяет им улучшить свои компетенции в разработке социологического инструментария, получении первичных данных, структуризации и аналитической обработке больших массивов данных, графической визуализации полученных результатов. Участвуя в проектах лаборатории, студенты-социологи учатся работать в исследовательской команде, получают опыт выполнения сложных исследовательских заданий, проявляют и увеличивают свои аналитические способности, осваивают сложные компьютерные программы обработки данных. Профессиональные качества, которые обучающий приобретает в лаборатории, позволяют им по окончании обучения уверенно выйти на рынок труда, получить интересную и хорошо оплачиваемую работу. Факультет социологии ждет ребят, которые обладают пытливым умом, интересующихся аналитикой и научными исследованиями. Здравствуйте! В аспирантуру факультета социологии я закончила в этом году. Получила диплом, в котором мне присвоена квалификация исследователь-преподаватель-исследователь. РГСУ стал важнейшим этапом моей жизненной траектории. Он открыл широкие горизонты для профессионального и личностного развития. Обучение на факультете социологии насыщено научными мероприятиями. Есть возможность выполнять интересную работу в сотрудничестве с ведущими учеными страны, получить опыт научно-исследовательской практики, позволяющей участвовать в фундаментальных разработках. В 2021 году я выхожу на защиту своей диссертации по теме визуального образа семьи в современных российских мультипликационных фильмах, сложившиеся в коллективе атмосфера высокого интеллектуального труда, возможности реализации исследовательского потенциала и достижения реальных научных результатов, привели меня к решению после окончания аспирантуры остаться работой на факультете ассистентом-преподавателем. Поступайте в аспирантуру факультет социологии, становитесь частью нашего научного коллектива. Социология для меня и моих коллег – самая лучшая профессия, которой посвящена большую часть жизни. Я погрузилась в социологию в 1993 году, когда начала учиться в университете. Было очень интересно. Книг тогда по социологии было немного, особенно редко попадали в руки зарубежные издания. Интернета тоже не было. И мы активно искали по всей Москве интересные учебники, старались прочитать и наши российские, и переводные. Очень выручали социологические журналы, например, журнал «Социологические исследования». Чтение публикаций по социологии всегда захватывает. Как будто видишь общество изнутри и начинаешь глубже понимать, как в нем все устроено, почему люди поступают определенным образом, как они общаются между собой, как планируют свои действия. Это так здорово. Очень интересно участвовать в прикладных социологических исследованиях. Когда я была студенткой, то мне очень нравилось, получив анкеты от своих наставников, приходить на предприятия, в организации и беседовать по анкете с их сотрудниками. Это очень расширяет твой собственный кругозор. Ты начинаешь видеть мир глазами большого числа других людей, и это просто захватывает. Тем более, что сейчас, благодаря онлайн-технологиям, эти возможности становятся все доступнее. А у нас на факультете огромное значение придается цифровой компетентности. Дорогие наши будущие абитуриенты, наши студенты всегда с удовольствием вовлекаются в научную жизнь факультета. Развитие научного потенциала каждого студента главным образом формируется в рамках внутрифакультетских научных мероприятий. Ежегодно в День социолога 14 ноября в факультете социологии по традиции проводится российскую научно-практическую студенческую конференцию. Мероприятие направлено на развитие творческой активности и исследовательских навыков студентов в изучении социальных проблем. Конференция предоставляет уникальную возможность представить свои результаты научных работ и получить опыт выступления перед аудиторией, обсудить свои результаты с известнейшими профессионалами в области социальных наук. В 2020 году участниками конференции стало более 75 студентов из многих российских вузов. Результатом этой конференции стало размещение сборника материалов в РИМС как результат научных изысканий молодого поколения. В апреле текущего года в факультете социологии по традиции проводят 26-е социологические чтения. Данное чтение проводится ежегодно с 1996 года. И по традиции собирает известных ученых-социологов и практиков-профессионалов в области исследовательского рынка. Возволяет поддерживать добрые и профессиональные традиции между учеными и обмениваться опытом в области серьезных долгодневных социальных проблем сегодняшнего дня. Социологические чтения, которые в этом году пройдут 8 апреля, приурочены к 30-летию факультета социологии. Студентам, магистрантам, аспирантам нашего факультета участие в чтениях дает возможность приобщиться к академической науке и получить опыт общения с известнейшими учеными и практиками социологической отрасли. Желаем вам, уважаемые абитуриенты, самым серьезным образом подойти к выбору профессии. Успехов вам при поступлении и, конечно же, мы вас ждем в стенах нашего факультета, как будущих наших первокурсников. Удачи вам! Варбиз Бого entrот. My name is Varbiz Bogảiсян. I'm a professor of sociology at the Russian State Social University. I will respond on simple questions you probably already have or which could apprise. Why study sociology? We live in an ever-changing society where change is possible and is happening all around us every day. This makes it more important than ever to study sociology. Sociologists study how people act in society and what others do to influence them. Defining it as the study of human society, sociology covers a wide range of topics from the development of institutions to the interpretation of cultural attitudes. These days, sociology is a widely studied subject both as an academic discipline in its own right and in conjunction with other subjects such as law, literature, history, and philosophy. Sociologists need not necessarily be economist, linguist, lawyer, but economist, linguist, lawyer have to be necessarily sociologists. Sociology asks the big questions and examines connection within society. We live in a world where big changes happen on a daily basis, and by studying sociology, we can start to explore why some of these changes take place and what the implications are for the rest of our world. The course allows students to ask and answer these big questions in an open and appreciative environment, guided by experts in a diverse range of fields of research. What does sociology study? What does sociology study? The study of human social behavior, especially the study of the origins, organization, institution, and development of human society. Sociology also looks at different cultures and subcultures. So, basically, sociologists study the way we act and behave and possibly reasons behind it. Analyzes of a social institution or societal segments as a self-contained entities or in relation to society as a whole. What are the benefits of sociology? Sociologists study the groups, cultures, institutions, behaviors of human beings, social, economic, political, and religious activities of people to gain a greater understanding of human society. Many sociologists work as a college and university faculty, while others work in such settings as a research firm and government agencies. Being a sociologist offers a range of benefits, personal and professional, such as an intellectually stimulating job with a high level of autonomy. One of the major benefits of being sociologists is the chance to influence efforts to solve social problems, understanding groups of people, impacting the lives of people, and learning to give advance to others. Why is the study of sociology important? Sociologists study society in a scientific way. Before the emergence of sociology, there was no systematic and scientific attempt to study human society, with all its complexities. Sociology has made it possible to study society in a scientific manner. This scientific knowledge about human society is needed in order to achieve progress in various fields. Sociology throws more light on the social nature of man. Sociology evolves deep into the social nature of man. It tells us why man is a social animal, why he lives in groups, communities, and societies. It examines the relationship between individuals and society, the impact of society on man and other matters. Sociology improves our understanding of society and increases the power of social action, capabilities, talents, and eliminations. It enables him to adjust himself to the environment, knowledge of society, social groups, social institutions, associations, their functions, etc. It helps us to lead an effective social life. The study of sociology helps us to know not only our society and men, but also others. Their motives, aspirations, status, occupations, traditions, customs, institutions, cultures. In a huge industrialized society, our experience is comparatively limited. We can hardly have a comprehensive knowledge of our society and rarely have an idea regarding other societies. But we must have some insight into an appreciation of the motives by which others live and the conditions under which they exist. Such as insight we derive from the study of sociology. The contribution of sociology is not less significant and enriching culture. Sociology has given training to us to have a rational approach to questions concerning ourselves, our religion, our customs, institutions, values, ideologies. It has made us to become more objective, rational, critical, and dispensate. The study of societies has made people to become more broad-minded. The understanding it has impressed upon its students to overcome their prejudices, misconception, egoistic ambition, or class and religious hatreds. It has made our life richer, fuller, and meaningful. Other aspect of our practical side of sociology is the study of great social institutions and the relations of individuals of each one of them. The home and family, the school and education, the state and government, industry and work, religion and morality, marriage and family, law and legislation, property and government, are some of the main institutions through which our society functions. More than that, they condition our life in countless ways. Knowledge of society may help to strengthen them to soar men better. Sociology is useful as a teaching subject, too. Sociology is a profession in which technical competence brings its own rewards. Sociologists, especially those trained in research procedures, are in increased demand in business, government, industry, city, planning, race research, Social Work, Social Welfare, Supervision, Advertising, Communication, Administration, and many other areas of community life. A few years ago, sociologists could only teach sociology in schools and colleges, but sociology has now become practical enough to be practiced outside of academic halls, areas of application of sociology in schools and colleges. Careers apart from teaching are now possible in sociology, which are coming more international levels. The need for the study of sociology is greater, especially in underdeveloped countries. Sociologists have now drawn the attention of economists regarding of social factors that have contributed to the economic backwardness of a few countries. Economists have now realized the importance of sociological knowledge in analyzing the economic affairs of country. The study of society is of paramount importance in solving social problems. The present world meets which the several social problems of great magnitude like poverty, beggary, unemployment, prostitution, overpopulation, family disorganization, community disorganization, racial problems, crime, gambling, alcoholism, youth unrest, untouchability. A careful analysis of this problem is necessary in order to solve them. Sociology provides such an analysis. Sociological knowledge is necessary to understanding and planning of society. Social planning has been made easier by sociology. Sociology is often considered a vehicle of social reform and social reorganization. It plays an important role in the reconstruction of society. Sociology has drawn our attention to the intrinsic worth and dignity of man. Sociology has been greatly responsible in changing our attitudes towards fellow human beings. It has helped people to become rational in outlook and broad-minded in spirit. It has made people to become too lenient and patient towards others. It has minimized the mental distance and reduces the gap between different peoples and communities. Sociology is of great practical help in the sense. It keeps up-to-date on modern social situations and developments. Sociology makes us to become more alert toward the changes and developments that take place around us. As a result, we come to know about our changes, roles, expectations, and responsibilities. So, great world of sociology is waiting for you with open gates. Join us. You are welcome in. Thank you. We are welcome in. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА